Итак, дорогие мои любители истории христианства, мы возвращаемся в первый век, возвращаемся к началу истории того движения, которое мы называем христианством. Мы говорили о том, что христианство начинается с Иисуса Христа, начинается в Иерусалиме, с иерусалимской общины, и первые где-то 20 лет с 30 до 50 года оно распространяется в иудейской среде. Но очень скоро христианство начинает выходить из иудаизма, выходить и распространяться в греко-римском мире. И один из тех, кто явился фактически основателем и, наверное, самым успешным миссионером в христианстве вообще и в христианском сообществе, это был Саул или Шауль Савл, как мы его знаем, апостол Павел. Именно о нем мы сейчас и начнем наш разговор. Благодаря апостолу Павлу христианство, по сути, было пересажено в Рим, в Грецию, в Испанию, и благодаря ему христианство начало распространяться по всей римской империи. Он сделал очень много для христианства. Это уникальный человек, необычный человек. Во-первых, он родился в Тарси, Тарси-Киликийском, в Палестине, такой небольшой городок, который был на перекрестии трех цивилизаций. Сам апостол Павел, тогда еще Шауль, оказался человеком трех цивилизаций. С одной стороны, он был иудей. Иудей за иудею, как он пишет о себе, из колена Вениаминова. Родился в иудейской семье. В основном, большинство исследователей считают, что это было в пятом году новой эры. Некоторые относят более поздние даты, до пятнадцатого года даже доводят дату его рождения. Но мы пока будем придерживаться более традиционной датировки, пятый год по Рождеству Христову. В иудейской семье рождается мальчик, которому в будущем предстоит стать апостолом Павлом. Он был не только иудей, он был римлянин. По своему происхождению, хотя он родился в иудейской семье, он имел римское гражданство. И в то же время он еще был и эллинист, потому что Тарс был греческий фактический город. Все говорили там на греческом языке. Город греческой культуры. И, собственно, он воспринял всю греческую цивилизацию. Для него греческий был такой же родной язык, как и арамейский, как и еврейский язык, на котором говорили тогда в то время. Он получил прекрасное иудейское образование. Он учился в ног одного из лучших раввинов того времени, Гамалиила. Сам был ревностный христианин, участвовал в гонениях на христиан, видя в них еретиков. И в то же время это был человек, который мог говорить с людьми всех уровней. Он мог спорить с фарисеями, как сын Авраама, и как ученик знаменитого Гамалиила. Он мог беседовать с греками на прекрасном греческом и убеждать их при помощи их собственной греческой логики и философии. Он мог спокойно и свободно путешествовать по всей Римской империи, потому что он был римский гражданин и пользовался всеми привилегиями римского гражданина. Сивис Романо Сум. Это было, ну, как бы пароль. Я римский гражданин. Не надо было никаких бумаг с собой носить. Сегодня мы носим удостоверение. Но если человек заявлял о себе, что он римский гражданин, это было достаточно, чтобы пользоваться всеми привилегиями римского гражданства. То есть, это человек, который был подготовлен Господом к такому необычному служению. И служение началось с того, что по дороге в Дамаск, как вы знаете, когда он собирался устроить очередное гонение на христиан, ему встретился Иисус. И он увидел яркий свет, и так произошло обращение апостола Павла. Из Савла появился апостол Павел. Тогда, когда он встретился с Иисусом, жизнь его полностью изменилась. Иисус повелел ему быть служителем, и Савл оставил свой прежний образ жизни, не считался ни с чем, ни с кем, а начал апостольское служение. Он явился основателем новых совершенно миссионерских полей, полей, которые появились в новых районах мира. В Малой Азии, в средней и западной части Малой Азии, в Македонии, в Европе он первый начал миссионерскую работу, в Греции и даже, возможно, в Испании. Мы не имеем абсолютно точных оснований, но он совершил достаточно много миссионерских путешествий и сосредоточился на проповеди христианства среди язычников. Это, естественно, вызвало очень сильное противодействие со стороны иудействующего христианства. Ему пришлось много потерпеть и от своих братьев, и от язычников. Он достаточно много времени провел в тюрьме. Считается, что он и умер в заключении, был обезглавлен в Риме где-то от 64 до 67 года во время нейроновского гонения. Большинство исследователей склоняются к тому, что действительно он пострадал в это время. У Павла была сестра в Иерусалиме, мы знаем. Ее сын, собственно, спас жизнь Павлу. Он рассказал ему о готовящемся покушении на него. Из этого мы узнаем, что у него были родственники в Иерусалиме. Но семьи у него не было. Во всяком случае, некоторые исследователи думают, что он был вдовцом, что его жена рано умерла. Но мы не знаем достоверно. Знаем только, что во время всех путешествий, которые у него были, он не имел семьи. Очень интересен характер апостола Павла. Я когда читаю его послание, я просто удивляюсь. Он путешествует по самым прекрасным местам Средиземноморья. Средиземноморья посещает Грецию, современную Турцию, Малую Азию, бывает в Испании. Он пишет оттуда письма. И вот удивительно, в этих письмах, это частные письма. В этих письмах нет ни слова о тех красотах, которые встречаются ему на пути. Знаете, я просто удивляюсь, сравнивая его с Давидом. Давид жил в пустыне. Он фактически в окрестностях Вифлеема или в скитаниях, когда он убегал от Саула, он находился в желтой пустыне, где нет ничего, кроме камней, кроме солнца, песка, кроме ветра. Но почитайте псалмы Давида, насколько они поэтичны, как он описывает природу, какая красота, откуда? У него совсем другая натура, совсем другая душа. У Павла душа совершенно не поэтическая. Видя эту красоту, которая ему встречалась на пути, он ее как бы не видит. Он видит только руку Божью, он сосредоточен только на своем деле. Это очень целеустремленная натура. Многие пытаются восстановить личность Павла, или, во всяком случае, хотя бы внешний вид Павла. Вот эксперты немецкого уголовного розыска на своем сайте разместили фоторобот апостола Павла. Разыскивается апостол Павел. Вот как выглядит фоторобот апостола Павла. Он составлен на основании словесных описаний, которые имеются в распоряжении историков. Ну, в частности, одно из описаний оставлено в апокрифических деяниях Павла и Феклы. В этом документе описана внешность Павла таким образом. «И увидел он Павла идущего, а ростом со среднего человека был он. Волос его скуден, ноги его слегка расставлены были, а колени его торчали наружу. Глаза его под сросшимися бровями и нос его слегка выступал. Милости и милосердия преисполнен был он». Вот так описывает один из очевидцев внешность апостола Павла. Мы знаем, что Павел страдал какой-то загадочной болезнью. Мы не знаем до конца, что это за болезнь. Историки, богословы пытаются реконструировать, придумать, что это за болезнь была. Но ясно, что это болезнь, которая периодически повторялась и очень мешала апостолу Павлу. Он называл это «жало в плоть», которое было дано ему для того, чтобы он не превозносился чрезвычайностью своих откровений. Павел сделал очень много в разных отношениях. Благодаря Павлу в первую очередь был разрешен иудейский конфликт, конфликт с иудаизмом. Именно его энергия, его настойчивость привели к тому, что в конце концов новообращенные из язычников получили полную свободу. То есть он добился того, чтобы на Иерусалимском соборе, описан этот собор в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, начиная с 7 стиха. Вы можете прочитать о деятельности этого собора. На этом соборе было принято решение при поддержке Иакова Праведного, о котором мы говорили, ревнителя закона, при поддержке апостола Петра было принято решение, чтобы освободить новообращенных из язычников от всего закона иудейского. Не только от обрезания, речь шла об исполнении всего закона и дать возможность им исполнять только самое главное, что есть в законе. Фактически, вот то установление, которое оставляет Иерусалимский собор, и описан в книге «Деяния» в 15 главе, сводится к тому, что надо любить ближнего и не делать другим того, чего себе не желаешь. «Поступая так, будете настоящими христианами». Так, собственно, звучит постановление этого собора. Очень простое постановление. Именно апостол Павел был не только тот, кто добился положительного решения вопроса об исполнении закона в пользу свободы, но он сформулировал основы богословия, он сформулировал основы аскетики, христианской аскетики. Благодаря ему, фактически, мы имеем христианскую этику и христианскую нравственность. Он является самым настоящим родоначальником и христианского богослужения, и христианского богословия. Благодаря апостолу Павлу оформилось и стало развиваться по-настоящему миссионерское движение. Он фактически положил основания и жизнью своей, и своими письмами для миссионерского движения. И благодаря ему начинается распространение христианства по всей Римской империи. Это распространение происходило удивительно быстро. Практически за жизнь одного поколения христианство охватило всю огромную территорию Римской империи. Примерно с 40-х до 60-х годов христиане стали известны во всех уголках Римской империи. Это с исторической точки зрения очень короткий промежуток времени. Правда, надо признать, что в общинах того времени в основном преобладали простые люди. В социальном отношении людей знатных, образованных было точно мало. Но присутствовали христиане практически везде. А Римская империя в это время представляет собой фактически весь цивилизованный мир древности. Это колоссальнейшее государство. Идеал, собственно, для всех империй, всех времен и народов. Все великие завоеватели мечтают достичь уровня Римской империи. Римская империя, как вы видите на карте, охватывает все Средиземноморье. На западе она начинается у геркулесовых столбов. Это Гибралтарский пролив. На востоке она простирается фактически до Каспии, охватывает Армению, часть Персии даже. На северо-востоке граница проходит по Дунаю, хотя римские легионы стояли даже в Закарпатье. В Закарпатье, по данным археологических раскопок, есть поселение римских легионеров. Но официально граница проходила по Дунаю. В Европе, на севере, собственно, Европы граница Римской империи идет по Рейну. Британия, весь остров Великобритании, это часть Римской империи. На юге Римская империя охватывает весь север Африки до Сахары. Все абсолютно страны, которые лежат выше Сахары, к Средиземному морю, они все входили в состав Римской империи. Я не говорю о Малой Азии, не говорю уже о Палестине. Все это Великая Римская империя. Господь подготовил распространение христианства. Один из богословов древности очень интересно сказал. Одна империя, один мировой язык, одна культура, одно общее развитие в сторону монотеизма и одна общая тоска по Спасителю. То есть Господь сделал так, чтобы распространение христианства было обеспечено. Но даже самая подготовленная почва сама по себе, конечно, не может дать никакого ростка. Многие атеистически настроенные историки считают, что христианство появилось потому, что была идеально подготовлена историческая почва. То есть все условия сложились так, что христианство появилось из-за этих условий. Но самая лучшая почва не может никогда ничего произвести. Поэтому если бы Господь не дал своего божественного семени, то, конечно, христианство не могло бы появиться. Распространением христианства в основном занимались самые простые люди, а не профессиональные миссионеры. Вообще считается как бы в бытовом таком понимании, что христианство распространяли апостолы. Апостолы действительно положили основания для христианства, но нет никаких исторических данных, которые подтвердили активную роль 12 апостолов в распространении христианства. Вообще рассказы о том, что апостолы явились основанием христианства, основанием какой-то церкви, это рассказы носят в основном вероучительный характер, а не исторический характер. То есть каждая хорошая церковь старается найти себе подходящего апостола, который бы начал эту церковь, чтобы иметь, конечно, как можно более солидный вес в обществе. Но исторические факты говорят, что апостолы действительно назидали церкви, действительно они ездили, но конкретно о деятельности апостола, к сожалению, сохранились только очень-очень поздние легенды, которые относятся к средневековым временам. Но исторических ранних документов нет. А вот что точно известно, что христианство распространялось благодаря деятельности простых людей, туда, куда забрасывала нелегкая жизнь самых простых людей, вот там, собственно, и начиналась община христианская. Люди просто делились своей верой с окружающими людьми, с соседями, потому что жизнь первых христиан носила очень четко выраженный миссионерский смысл. Мы нигде не видим ни в каких документах раннего христианства, чтобы была какая-то специальная миссионерская программа в раннем христианстве. Сегодня очень модно говорить о том, что надо иметь ясную миссию, надо побуждать христиан к тому, чтобы они распространяли свои идеи, чтобы они несли благую весть. Надо иметь бюджет, надо иметь комитет, надо иметь соответствующую программу для того, чтобы начинать распространение христианства. Но в те времена христианство распространялось без специальных программ, не было никаких комитетов миссионерских, не было специальных побуждений со стороны авторов различных богословских писем, сочинений, со стороны посторов не было специальных побуждений. Христианство распространялось естественно. Не потому на это не обращают внимания ранние богословы, на миссию, что миссия не важна, а потому что миссия делается спонтанно. Миссия делается как просто жизнь. И вот в то время, в основном, если вы читаете документы раннего христианства, скажем, Дидахе, один из очень ярких документов, который относится к концу первого, к началу второму веку, или даже возьмите поздние послания апостола Иоанна. Первое, второе, третье послания апостола Иоанна, которые входят в канон Нового Завета. Если вы внимательно их почитаете, то вы не найдете там ни одного призыва к тому, чтобы спасать мир. Наоборот, там основная идея от мира – надо спасаться. Мир – это темное окружение, которое вокруг христианства. С миром нельзя иметь ничего общего, берегитесь мира, убегайте от мира. Вот какая нота звучит во всех посланиях раннего христианства. И нигде нет той идеи, которая сегодня доминирует в христианстве, что мир надо спасать, что мир надо как-то снова вернуть в христианское состояние. И это, я говорю, не потому, что тогда не было миссии. Наоборот, я хочу подчеркнуть, что миссия была. Но не было побуждений к миссии, потому что она протекала совершенно естественно. Не надо было никого подталкивать, не надо было никому объяснять, что надо рассказывать о Христе. Спасение грешников в то время рассматривалось прежде всего не как долг, что ты должен рассказывать о Христе, а рассматривалось спасение грешников как побуждение любви, влечение любви к этим грешникам. Христиане посланы в мир к грешникам, и это происходит не потому, что их кто-то послал, а потому что это миссия самого Бога. Вот так, собственно, была построена миссионерская программа, если можно так выразиться, раннего христианства. И поэтому мы можем твердо сказать, что распространение христианства происходило спонтанно, но при этом удивительно быстро, и, что очень важно, очень результативно. Вот несколько замечаний по поводу распространения христианства. Юстин Философ, человек, который жил в конце первого, начале второго века, пишет о христианах своего времени в одной из своих работ в Апологии, которую он написал против иудействующих. Он пишет, «Не существует народа греческого или варварского, или какого-либо другого рода людей, какими бы названиями или обычаями они не отличались, как бы ни были невежественны в искусствах или земледелии, живут ли они в палатках или странствуют в покрытых телегах, среди которых молитвы и благодарения не возносились бы во имя распятого Иисуса, Отцу и Творцу всех вещей». Это из его Апологии, которая называется «Разговор с Иудеем Трифоном». Апология, написанная Иустином философом-мучеником. Вы видите, это очень ранний документ, в котором очень ясно указано, что христиане очень распространились по всей Римской империи. А вот что пишет Тертулиан. Это немножко позже, это уже конец II века, но он пишет «Мы существуем со вчерашнего дня и наполнили все ваше. Города, острова, крепости, муниципилии, места собраний, самые лагери, трибы, декурии, дворец, сенат, форум. Одни только храмы ваши мы оставили вам. Если только мы враги ваши, то у вас больше врагов, чем граждан, потому что все ваши граждане сделались христианами». Ну, конечно, это риторическое преувеличение такого пламенного проповедника, каким был Тертулиан. Но вы слышите по этим ноткам это обращение, которое Тертулиан пишет к императору. И он говорит «Мы оставили вам только ваши храмы, а все остальное уже наше. Вы воюете против христиан, против кого вы воюете? Против своих граждан. Все ваши граждане сделались христианами». Ну, это, конечно, не совсем так. По подсчетам историков, к концу III века, когда христианство, собственно, распространилось по всей Римской империи уже достаточно широко, перед началом царствования Константина считается, что около 10% населения империи было христианским. Все население империи к временам Константина, императора Константина, начало IV века, оценивают порядка 50 миллионов. Конечно, это очень примерные данные, никто до конца посчитать не может, но считается, что вот все население империи было примерно 50 миллионов, и 10% составляли христиане. Это, на мой взгляд, очень хорошие показатели. За три века христианство со 120 человек распространилось до 10% населения империи. И, естественно, конечно, возникает вопрос о причинах столь быстрого успеха. Почему так быстро христианство распространилось? Что было такого в христианстве первых веков, что привлекало людей, привлекало массово, несмотря на то, что христиане не имели специальных программ, не имели спонсоров Запада, не имели, конечно, никаких миссионерских комитетов, но распространялись они очень быстро и продуктивно? Ну, есть, конечно, много ответов на этот вопрос. Прежде всего, мы должны сказать, что была рука Божья, то есть была провиденциальная причина. Господь действовал. И это, наверное, является самой большой, самой решительной причиной. Но кроме этого были и чисто человеческие факторы. Многие историки отмечают жар веры, то есть вот горение христиан, которые были полностью охвачены своими идеями. Для них христианство было не просто то, что происходит в воскресенье в 10 часов утра. Для них христианство – это была жизнь. Вся повседневная жизнь – это было христианство. И это, конечно, очень сильно. Ориген, например, в своей книге «Против Целься» замечает, что мужчины и женщины, свободные и рабы, образованные и необразованные, одинаково горят желанием распространять свою веру. То есть вот этот всеобщий охват миссионерским рвением – это то, что мы сегодня называем жар веры. Это было, конечно, очень сильная характеристика христианства первых веков. Также очень важно отметить искренность любви. Многие очень приходили в общины, потому что находили здесь действительно любовь между собой. Как они любят друг друга, часто говорили язычники, обращаясь к христианам. Как они заботятся друг о друге. Сострадание к погибающим – это тоже одна из очень сильных характеристик того периода раннего христианства. Миссионерское рвение каждого верующего, когда не надо было никого побуждать, а когда сами люди понимали, что вокруг погибают, и надо их спасать. И поэтому они прилагали все усилия к спасению. Вот интересно свидетельствует этот же Устин, философ-мученик в начале II века. Он говорит так. «Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычами, они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ни в чем не отличающуюся от других. Живут они в своем Отечестве, но как пришельцы, имеют участие во всем, как граждане, и все терпят и переносят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть Отечество, и всякое Отечество – чужая страна». Интересно он продолжает. «Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют трапезу общую, но непростую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановлениям и законам, но свою жизнь превосходят все законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают. Умиршляют их, но они животворят. Они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, но во всем изобилуют». Очень похоже, помните, на то, как пишет апостол Павел в своем послании, который давал такую же характеристику христианству, именно в таких же выражениях противопоставления. Это как раз свидетельство о христианах того времени. Именно бескорыстная любовь, добродетельная жизнь, которая, казалось бы, вроде и внешне не отличается от других, но отличается по внутренней сути, приводила людей к христианству. Мне очень по душе высказывание одного из гонителей христиан, человека, который пытался восстановить язычество после того, как император Константин ввел уже христианство в Римскую империю. Его родственник, который занял место после него, Юлиан, который вошел в историю как император, Юлиан Отступник, он пишет о том, что христианство обязано своим быстрым ростом, главным образом благотворительности, в заботе о мертвых и фанатично святому образу жизни его исповедников. Вот я, когда читаю слова этого гонителя христиан, который пытался восстановить язычество, который анализировал, почему же христиане достигли такого успеха, и читая вот эти слова, благодаря фанатично святому образу жизни его исповедников, то я понимаю, что это, наверное, очень точная характеристика, почему христиане умели добиваться успеха. Мы сегодня, конечно, не любим слово фанатичность, это что-то очень плохое, но в отношении святости, наверное, вот это выражение фанатично святой, оно, наверное, очень уместное, потому что здесь имеется в виду радикальная святость, не просто так немножечко отличающаяся от других, а фанатично отличающаяся, то есть не идущий ни на какой компромисс. Это то, что как раз характеризует христианство, и это хорошо заметил Юлиан, Юлиан, который был, кстати говоря, не только императором, он был и философом, он закончил афинскую школу философов, и занимался, кстати, на одной партии сидел вместе с Василием Великим, одним из богословов патристического периода. То есть этот был человек хорошо образованный и умел анализировать, и вот его характеристика христианства, фанатический святой образ жизни, мне кажется, дает очень многое для понимания того, что происходило с христианством в этот период. А как Вы сказали, из 50 миллионов жителей Рима 10% были христиане, а кто были остальные в 90%? Ну, тут, наверное, однозначно ответить очень сложно, но надо представить себе вообще население Римской империи. Если я говорю, что 50 миллионов — это население Римской империи, то сюда входит очень много различных этносов. И в то время каждый фактический этнос, каждая этническая группа имела своего собственного Бога и поклонялась своему собственному Богу. Эти все поклонения мы называем сегодня языческие поклонения. Кто-то поклоняется Зевсу, кто-то поклонялся Астарте, кто-то поклоняется Иегове, то есть еврейским традициям и обычаям, и Богу евреев. То есть это очень разнообразная, очень пестрая религиозная картина в Римской империи. Не было там единого Бога или единой формы религии, которому бы доминировал и которому поклонялись все. Пожалуй, только, может быть, формирующаяся, начиная с первого века, культа императоров, это было нечто, объединяющее все этносы. А вообще, религия в Древнем мире считалась принадлежностью рода, принадлежностью семьи, принадлежностью нации. В христианстве не так. Христианство — это вненациональная религия. Но религии Рима были от начала, и до сих пор, кстати, сохраняется это понимание, что религия — это принадлежность моего рода, или моего народа, или моей нации. Это, конечно, я бы сказал, очень устаревшее, очень древнее представление, языческое представление, но представление, которое бытует до сегодняшнего дня. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok